Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь около своего перца, который я высаживала рассады уже с плодами и завязями. Кто меня смотрит, тот знает, что я в этом году провожу эксперимент. И вот сегодня я вас приглашаю посмотреть, как выглядит перец на сегодняшний день. Перчик меня радует. Пару раз я уже снимала, ну, скажем так, неплохой для начала лета урожай. Мы его уже кушаем в салатах, нам хватает. И я также его подкормила зеленым удобрением, для того, чтобы простимулировать вторую волну цветения. И вот перчик начал опять выбрасывать бутоны, уже зацветает, и также появляется еще много новых завязей. Меня, в общем, радует этот эксперимент. Сейчас я соберу с перца спелые плоды и покажу вам потом, что я еще сегодня с ним буду делать. Вот, посмотрите, какой красавчик! Это у нас перец Алар. Правда, ни разу еще его не пробовала, но он, по заявкам, очень такой толстостенный и сладкий перец. Проверим. Здесь у нас фламенко. Вот этот перец, я не знаю названия, это мне тоже в свое время прислались имена, но это какой-то красный перец, ну, без названия, скажем так. Вот это у нас, это тоже фламенко, вот они, перчики. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя что-то большое растет. Вот это, это капуста. Это я заказывала семена, в свое время показывала в садах России. Это келец капуста, это гибрид листовой и брюссельской капусты. У нее интересно, вот здесь вот в пазухах листьев будут образовываться такие кудрявые качанчики. Вот они уже начинают расти. Вот я хочу их вырастить и на зиму заморозить, чтобы зимой кушать свою капустку. Вот вы, может быть, обратили внимание, что у меня стволики до первой развилки уже практически стоят голые. Я по мере наливания и поспевания первых плодов удаляю вот эти вот нижние листья. Но в день я удаляю по одному-два листочка. Вот так вот прям беру их и отщипываю, потому что они свои функции уже выполнили. То есть питание к первым плодам они уже подали. Кто-то этого не делает, но я это делаю. Во-первых, это еще для чего нам нужно? Для того, чтобы у нас растения могли проветриваться, потому что когда растения не проветриваются, они могут быстрее заболеть. А нам тоже не надо, нам нужны здоровые плоды. Значит, я вот сейчас дособеру весь перец, и что я обязательно сделаю в процессе уборки, я заметила, что уже появилось много пасынков. А пасынки, ну это так же как у томатов, это нахлебники, они на себя оттягивают много питания и мешают созреванию вот уже завязавшихся плодов и развитию растений дальше. Поэтому обязательно их надо выщипывать. Ну, причем выщипываю я их просто рукой, не обрезаю, они очень легко удаляются. Вот видите, пасынок, как раз он идет у нас от листика и между стволиком вот такой отросточек. Вот так вот его берем и просто выщипываем. Но он абсолютно нам не нужен, он будет тормозить рост растения. Собрала перец, сейчас заодно хочу немного срезать петрушки, заодно его дать тоже здесь, чтобы у нас воздух поступал, проветривался перец. И заодно вот уже петрушки много, наверное, заморожил уже к зиме. Скажи, пожалуйста, а что с огурцами твоими? Ой, пойдем покажу. Ну вот огурцы тоже после подкормки зеленым удобрением. Слава Богу, они оклемались. Уже мы собираем огурчики. Вон, посмотри, сколько здесь уже тоже висит. И завязи много, и цветут они очень хорошо. То есть я довольна результатом, а тем более я еще и показывала, что я посадила еще дополнительно. То есть с огурцами мы в этом году будем. И на кабачок тоже очень хорошо повлияло зеленое удобрение. Вон пошли в основном все женские завязи. Уже пару снимали вкусные кабачки. Единственное, что цвет на пакете нарисован оранжевый, они у меня получаются желтые. Ну не знаю, может быть от освещения зависит. А может от состава земли. Друзья, ну что я хочу сказать. Я довольна на сегодняшний день результатами эксперимента. На следующий год повторю то же самое. Вот если у вас есть возможность, хотя бы штучки 3, кустика посадите так же. И будете рано со своим первым урожаем. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok